И в этой серии нам предстоит очень много плавать. Мы научились дышать под водой. И теперь мы можем собрать предметы в воде, которые ранее нам были недоступны. И вот там вдалеке лежит предмет, который я забыл забрать в прошлой серии. И здесь также еще и появляется дух самурая. Похоже, он разозлился за то, что мы убили падшую монахиню. Делаем пару парирований, мекири и... В принципе, победить его не так уж сложно. Он ничем не отличается от подобных живых самураев. Кусок воска. Полезный предмет для апгрейда. И при монтаже я заметил, что я пропустил еще один предмет. Сейчас я покажу, где он находится. И вот этот предмет. Это всего лишь шикарство. И здесь у нас небольшое описание. Передвижение под водой. Техника дыхания МИБУ дает вам возможность дышать под водой. Это позволяет долго оставаться на глубине. И теперь мы можем нырять и плавать под водой. Под водой здесь есть очень много различных нишечков. Легкий кошелек. Бешеные карпы. И большое количество трупов, которые скинули воду. И здесь же также можно найти того самого карпа с красными глазами, который нам просил принести Дадзюн. Красные глаза карпа. Карп, обитавший в пруду деревни МИБУ, у него красные глаза. Карпы с красными глазами не могут достигнуть совершенства. Их не считают совершенными, поскольку им не достает чешуек. Но их глаза хранятся вечно. Ученый Дадзюн из заброшенного подземелья хочет получить эти глаза для своих изысканий. Ненормальные карпы какие-то. И как можно видеть, здесь на дне лежат трупы, воткнутые, как страусы, головой вниз. И также здесь очень много вот таких вот мертвых червей. Таких червей мы уже видели. Рядом с тем местом, где мы взяли камень. Возможно, это как-то связано с вёдами первоисточника, которые впадают в этот пруд. И с этим также как-то связан тот самый карп с красными глазами. Здесь также лежит очень полезный сундук. Бусин отчёток. И в этой запруде всё. Ну, так же здесь можно ещё поплавать в речке. Для этого нам необходимо вернуться назад. Можно было просто переместиться через и до урезчика, конечно. Вынимаемся на самый верх. И здесь в самом конце Опять карпы. Злые карпы-пираньи, которые любят питаться человеченкой. Ценный корм. Это драгоценный корм. На ощупь он скользкий, и из него выступает нечто вроде рогов. Именно такой корм и любит карп, достигнувший совершенства. Позвонив колокольчик, брось в воду корм. Если честно, мне этот корм чем-то напоминает тех самых моллюсков из Bloodborne. Здесь также можно поплавать. Возможно, мы найдём здесь что-то интересное. Но, по-моему, здесь больше ничего нет. Хотя нет. Здесь есть карп. Драгоценная чешуя. Здесь у нас над нами водяная мельница. Мы опять попадаем в запруду, в которой мы уже были. И, в принципе, больше нам сделать и нечего. Можно возвращаться назад. А нет, давайте ещё раз посетим нашего старого знакомого. с корзиной на голове. И, похоже, он всё-таки снял свою корзину и напился. И при этом он меня обвиняет, что я ищу чудовище. Так. Вот. Извините, я не могу нажимать. Ну, а нам нужен идолрезчика. Здесь маленькая глубина. Искупаться здесь не получится. Давайте отдохнём. И давайте ещё раз посетим буддиста в тайном лесу. Возможно, он нам скажет что-то интересное. Принёте зарезать петуха. Я тоже попросил непрошенную. Пошёл на землю. еще раз кое-как, я хочу вернуться к имя. Что же? Ну, ничего интересного он мне говорит. И давайте теперь сходим в заброшенное подземелье. Там есть где поплавать, а также отдадим глаза Додзюну. Поставим огонь, уберем все лишнее. Опять эти мертвяки. Таракана помешали. Так, этот еще, похоже, не умер на. Успокаивающее средство. Продолжение следует... И он отдает очень мощный ингредиент для апгрейда кусок трупного жировозка. В камере можно видеть Дидзи Амона. Он, кстати, еще даже живой. Судя по всему, и даже дышит. А у нашего Додзюна явно раздвоенные личности. Эдакий Доктор Джекил, Мистер Хайт. И можно сделать небольшой заплыв. В грязной воде. Но, к сожалению, здесь, по-моему, ничего полезного нет. Только злые карпы. Но здесь есть проход. Через который можно добраться в камеру к Додзюну. Здесь как раз вот проплыть через эту сломанную решетку. Но я пока этого делать не буду. Давайте еще немножко поплаваем. Это мутной воде. Возможно, найдем что-нибудь еще. Но, к сожалению, здесь больше ничего нет. Единственное, что здесь можно опять выплыть. И если пройти вперед. Убив этих двух парней. Здесь рядом с лифтом у нас очередной дух самурая. Который каким-то чудесным образом нас не заметил. Кстати, у меня уже 12 очков. Надо будет сейчас что-нибудь прокачать. Итак, давайте. Вернемся обратно. И посмотрим, как у нас продвигается медицина. Додзюн опять заперся в своей коморке. Додзюн. Субтитры сделал DimaTorzok Досаков Но господин Досако в его голове похоже умер Итак, ладно Но мы перемещаемся еще к одному месту, где можно поплавать Это резервуар Асина Это самое место, откуда мы и начали наше путешествие Как вы помните, в самом начале игры здесь тоже была вода Посмотрим, что здесь есть интересного Статуэтки Будды Шар воскрешения И в принципе все, что здесь есть Можно возвращаться обратно Давайте посмотрим, возможно у нашего Фудзиока расширился ассортимент Но нет Что интересно он не продает Давайте купим легкие кошельки на всякий случай Но, кстати, мы можем ему продать различный ненужный хлам Например, камни Пепел И успокаивающее средство Но оставим немного Может пригодится И давайте что-нибудь улучшим И первым делом давайте усилим карму Синоби Дает пассивный навык Карма Синоби повышает максимальный забас эмблем духа Эмблемы духа воплощения плохой кармы Они преследуют тех, кто совершил много дурных поступков Сердце Синоби Отнявшее много жизни Также вынуждено нести бремя его грехов И давайте зайдем в стиль с протезом Здесь можно изучить догоняющий удар Дает навык догоняющий удар Это умение Синоби позволяет Использовав определенные инструменты в протезе Мгновенно сократить дистанцию до врага И атаковать его мечом Применимо к атаке инструментами Встроенный сюрюкен Петарда Синоби Встроенное копье Сейчас я покажу, как это работает В следующем мы изучим атаки протеза в прыжке Дает навык атака протезом в прыжке Это умение Синоби позволяет пользоваться Инструментами из протеза в прыжке Протез Синоби довольно тяжел Из-за строенного в него механизмом Но искусством мастера догона И уроки Синоби позволяют использовать его в прыжке И вот мы добрались до навыков Которые дают увеличенное количество эмблем духа Карма резчика Шрамы Повышает максимальный запас эмблем духа Эмблемы духа воплощения плохой кармы Они преследуют тех, кто совершил много дурных поступков Покрывающий протез Синоби следы ударов Символизирует бесчисленные жизни Отнятые его владельцем И как раз у нас еще осталось два навыка И теперь если отдохнуть Можно видеть, что Максимальное количество эмблем духа У нас теперь 19 Это в дальнейшем нам очень может пригодиться Дополнительная атака Существует обычная атака мечом Которую можно выполнять сразу после использования протеза Как раз догоняющий удар Допустим, если мы Кидаем сюрикен То можем сразу же делать вот такой вот выпад Который называется догоняющая атака Также мы научились Использовать протез в воздухе Можем прыгать И кидать сюрикены И давайте переместимся в святилище И как можно видеть Наши девочки тут нет Давайте ее поищем В чертогах морока Вот наше дитя Вот В чертогах В чертогах В чертогах В чертогах В чертогах В чертогах Продолжение следует... 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 И вот он, вход в пещеру Зря он встал у меня на пути И здесь, кстати, не повредит и сушеная красная фляга Это даст нам защиту от огня А также снимает эффект возгорания Так как здесь очень много вот таких вот маленьких росомах Которые так и норовят поджарить нам зад Так, очень темная пещера Где легко запутаться Поливает Как из огнемета Удивительно, как они сами при этом не загораются И вот он, наш главный жрец Уже покойный Возвращение дракона Отрывок священной книги, описывающий путь к просветлению Молитесь о возвращении дракона Та, что не умирает Что за плоды Что за слезы И если это все выполнить, то можно получить самую трудновыполнимую концовку И давайте вернемся к дитя Вот Она уже на месте Возвращение дракона Какая-то Возвращение дракона Молитесь Пальцар Какая-то Вот Если Пальцар 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 Продолжение следует... Продолжение следует... И с этой части игры начинается жесткая японшина. Она предлагает стать для Кура колыбелью. Пока не совсем понятно, как это будет выглядеть, но... Но для этого ей нужно принести две хурмы. Некие две змеиные хурмы. Пока что у меня нет никакой змеиной хурмы. Есть обычная хурма. Рис также у него можно просить. Для квеста он уже не нужен, но он неплохо помогает в бою. И тут выясняется, что змеиная хурма. Змеяная хурма это и есть не что иное, как печень змеи. Ну, змею мы уже видели, осталось только понять, как вынуть из нее печень. Гринпис бы явно был недоволен таким поворотом событий. Ну а мы отправляемся дальше и давайте теперь посетим поместье Херата. Если вы помните, там было очень много воды, в которой можно было поплавать. Также здесь обитало очень много карпов. С этим парнем мы уже разговаривали, ничего нового он не скажет. И теперь нам нужно устроить рыбалку. Как я уже говорил, плюс секира, даже если карп уплывает, исчезает, то можно отблыть подальше и он снова появляется. Мне нужно перезагружать игру. Так, это был второй, по-моему, их здесь было двое. Третьего пока не вижу. Возможно, он уже сбежал. Давайте уплывем. Далеко здесь уплыть не получится. Здесь у нас невидимая стена. Могли бы как-нибудь обыграть ее какой-нибудь скалой, но нет. Невидимая стена под водой. Обычно такое редкое встречи в играх от фромов, чтобы были какие-то невидимые стены. Так, возможно, третьего карпа я убил. Или здесь было всего два. Не помню. Давно это было. Что-то я не вижу третьего карпа. Ну ладно, давайте пообщаемся. И теперь можно купить у него кусок маски и парящую смерть. Но кусок маски, как я уже говорил, бесполезная штука. По крайней мере, при первом прохождении точно. Поэтому я лучше куплю парящую смерть. Так как на то и на другое у меня пока чешуи не хватит. Но можно потом всегда к нему вернуться и докупиться. Также у него можно купить божественную траву, которая, в принципе, нам тоже не особо нужна. Итак, давайте посмотрим, что это за техника. Техника Томоэ. И если приглядеться, то можно понять, что это та самая техника, который обладает генитиро. Которая, в свою очередь, обучила Томоэ. Пришедшая из дальних земель. Давайте, чтобы не тратить время, используем идол. Та самая бамбуковая роща. Здесь тоже есть карп. Очень шустрый карп. Не успеваю я его поймать. Ну ладно. Пока сплаваем туда. Так, а здесь больше плыть-то некуда. А, нет, есть. Вот он опять боился. И со второй попытки мне удалось его зарезать. Посмотрим. Возможно, здесь мы найдем что-то еще полезного. Ну, в данном месте больше ничего нет полезного. Ну, давайте опять вернемся обратно. Здесь есть еще одно место, где можно поплавать. Для этого лучше переместиться к храму Херата. И отсюда, через колодец. Вниз. Можно никого не убивать. Не тратить время. Здесь у нас есть еще вода. Здесь у нас злые карпы. Уже они еще слухи и слепые. Здесь, похоже, ничего. Посмотрим, что на другой стороне. Здесь у нас есть еще два карпа. И, похоже, что это все, что можно найти в делении Херата. Последняя запруда получается бесполезная абсолютно. И давайте вернемся в замок Асина. Там тоже есть где поплавать. Бабулю здесь больше не видно. Можно нырнуть прямо в ров. Рогоценная чешуя. Можно проплыть этот проход. Здесь у нас ничего. И здесь тоже ничего. Мы уже сюда ныряли, но дальше вот этого места пройти не могли, так как не умели нырять. Теперь мы можем поднырнуть. На самом деле, этот проход нам пригодится, только немного позже. Когда в замок Асина не так будет просто попасть в будущем. Такой, можно сказать, черный ход через вот этот ров. Ну, а здесь мы уже тоже были, просто проходили сюда другим путем, через дверь. И мы возвращаемся опять сюда. Там у нас висит эмблема духа, но она нам не особо и нужна. И есть еще одно место в замке Асина, где можно поплавать, но это место очень неприятное. И давайте я оставлю на потом, после того, как поговорю с Куро. Продолжение следует... Куро. 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 Ну что ж, теперь нам осталось только найти эти несчастные благовония. Ну, давайте сначала отдохнем. И можно видеть, что Кура переместился у нас в центр комнаты. Возможно, теперь можно что-нибудь подслушать. Да, можно подслушать, как он спит. Отлично. Давайте попробуем еще раз отдохнуть. И вот он уже проснулся. Опять ничего толкового. И опять Кура спит. Ну, такое мы уже подслушивали. Можно его разбудить, либо не трогать. Давайте попробуем разбудить. Давайте еще раз посмотрим его про благовония. Возможно, что-то забыли. Вот. Звучит музыка. Итак, нам нужно посетить опустившуюся долину. Но перед этим давайте в последний раз посетим Дадзюна.